включайте камеры будем общаться значит я не буду сегодня тут вычислять кто тут из наших судя по списку участников чата вроде бы все люди которые находятся в нашем чате хотя у нас комната как вы понимаете открытая ссылка на него на нее вообще создавать отдельную трансляцию не стал потому что не знаю как это пойдет две параллельных конференций значит мы сегодня с вами будем встречаться общаться до 8 часов потому что 8 часов люди которые в команде яровой они уйдут вот и что успеем за час то сделаем значит я планировал вторую встречу по теме чат-ботов провести во вторник через неделю но пришел как мне затягивать и все что мы сегодня не успеем сделать мы сделаем завтра тоже в 7 часов то есть из присутствующих завтра 7 часов сможете подойти на трансляцию скажите вот то есть если мы сегодня решим такие основные вопросы то завтра мы решим все технические вопросы соберем конкретно в бинарную воронку так мы это делаем для татьяны понарину то есть вот на ее примере вы все это и посмотрите значит у нас это не первая встреча по чат-ботам это встреча моим подсчетом 3 или 4 у нас был отдельный эфир по чат-ботам и конкретно по сервису smart center о котором я сегодня буду рассказывать мы относительно недавно встречались такой маленькой группы из пяти человек то есть которую входят люди которые уже имеют чат-боты то есть таких на данный момент трое вот еще три человека точно будут это те люди которым я делаю одностраничный сайт есть даже покажу и делаю вот эти чат-боты значит по результатам сегодняшней и завтрашней встречи все кто будет присутствовать в эфире вы все поймете что это такое для чего это как работает какие возможности есть поймете самое главное куда нажимать и что нужно делать вот вы в принципе можете свои чат-боты сделать даже самостоятельно потому что на сервисе которым я рассказывать буду smart center очень подробная инструкция но кому этого не хватит кому покажется это мало я на этой неделе буду делать чат-боты для татьяны болговой вот то что я и буду делать я это запишу хотя встречи которые мы проводили статья на понаре на они тоже записаны по чат-боту но вот для татьяна болгова я прям конкретно запишу обработаю и выложу их для вас для тех кто хочет самостоятельно с этой темой разобраться сделать свои чат-боты вот те кто решит что это сложно с технической точки зрения либо вообще нет у вас времени этим разбираться это я сделаю вам сам вы будете только пользоваться и получите опять же подробные инструкции как этими инструментами пользуется почему вот такая как бы спешка сегодня еще завтра встречаемся объясняется все достаточно просто кто был на вчерашнем эфире васильевна что сказала что у нас будет субботу один я это слышу включать обучение давайте втягивайтесь раздаваться часов будет дальше обучение вот я не знаю как вы будете технической точки проводить это вы все специалисты меня интересовал очень простой вопрос на который я так и не получил ответ а кто будет приглашать на этот дайте знаете и как вы это будете делать потому что если смотреть по статистике которые у нас есть по нашим прямым эфиром то есть пять-десять переходов по вашей ссылке на прямой эфир дайджест это тоже будет в онлайн я правильно понял татьяна это мы это совсем другое в онлайн это не делать это приглашаем людей уже тех которые получили дисконтную карту и именно на обучение как применять продукцию и где он будет идти вы же в зуме его будет зуме будем зуме но но не выпускать в это в онлайн в зуме мы будем смотреться вообще у нас зуме будете вы и ольга васильевна да и больше кто это нет нет люди которые приглашаю вот мы бы хотели чтобы как бы может быть другую ссылку им давать чтобы они в заходили или просто оговаривать не продолжайте значит смысл следующий вот если я правильно понимаю вы сейчас его проведете и это никто не увидит и вот это извините будет опа полная понимаете то есть вся ваша работа скажем так приведется идется только одному вы что-то сделаете но народ это не увидит так извините тут наш участник новый звонит до светлана таня болган это было что это тренировочное вообще это сделать не просто всегда как бы пока один раз в месяц как бы дальше с обучения потому что надо чтобы вы как бы потренировались то есть доступ туда в зум будет тех кто то кому мы позвоним и кому расскажем как поставить но посмотрите если мы это делаем даст еще пойдет если это будет доступно то это пойдет опять записали вот отправили учения и обучение нам не нужно там много народу там нужно вот пусть даже пять человек придут но мы их обучим этому вот это самое согласно я просто как пробный шаг у вас поэтому там это суббота первая будет вести неудачи на я и ольга васильевна ну я поняла что много народ не надо там просто по прямой позвонить и рассказать как зум поста именно обратная связь именно обратная связь пусть это будет пять человек но они будут именно что-то у них останется в голове и потом они могут пригласить других у нас должно быть что-то в засекреченном месте что у нас обучение проводится вот так же в зуме но не на общую публику тем кому это нужно вот главная цель этого этого обучения короче закрытая группа секрет но если кто-то не сможет туда попасть или у кого-то проблемы будут зумом мы будем проводить пока раз в месяц может быть два раза в месяц мы будем ждать следующий месяц продолжаем все все молчат говорить будете после встречи у нас просто идет запись это ваше дело значит смысл следующий если вы хотите чтобы то что вы делаете видели люди с этими людьми нужно работать их нужно приглашать то есть нужно работать с клиентской базы значит на сегодняшней встрече я вам покажу современные методики работы с клиентской базой вот покажу то что делаем мы сейчас нашем офисе здесь поделюсь нашим опытом и покажу как работать с клиентской базы использую чат боты чем быстрее вы начнете собирать людей которым интересно то что вы делаете и выстраивать с этими людьми отношения общаясь с ними тем быстрее вы выйти на какой-то результат значит все понятно что мы будем сегодня делать говорим о как работать с клиентской базе то есть на конкретном примере мы сделаем одну вебинарную воротку для приглашения людей на наши прямые эфиры сделаем ее на современном уровне как надо работать то есть мы с вами приглашаем простым способом да потому что для многих из вас даже этот очень простой способ тяжел с технической точки зрения там ссылки не открываются зайти не можете так далее если бы я сразу вам начал рассказывать про чат боты про регистрацию то проблем бы еще было бы больше но у нас сейчас появляются люди которые уже готовы это делать и нужно отдавать эти современные инструменты и приглашать на вебинары правильность набирать базы людей которым интересно что мы делаем и с этими людьми дальнейшем работать значит коллеги запись у нас идет запись я дам тем кто сейчас у нас присутствует прямом эфире вот сейчас нас 14 человек в чате у нас больше 31 человека я в чат даже кидать не буду поэтому если вам будет нужна запись просто пишите мне ватсап игорь отправьте мне запись и где-то после час после где-то через час после прямого эфира она будет доступна я вам ее скидь значит технические вопросы понятно можно начинать да значит я буду делать паузы и просить вас задавать какие-то вопросы если то что я буду рассказывать вам будет непонятно я попрошу вас у кого тихо в комнате не отключайте микрофоны чтобы вы не тратили время включите микрофон если я что-то говорю непонятно либо спорное задавайте вопрос я сразу буду отвечать кто может пожалуйста включайте камеры все остальные включите все режиме это галерея чтобы видели всех участников так будет вообще реально интересно когда буду включать демонстрацию экрана она и так откроется на весь экран и так коллеги значит вот чем мы сейчас занимаемся в нашем офисе воронеже мы скажем так наконец-то часть нашей клиентской базы обработали но я начну наш разговор сегодня с вопроса как вы считаете что самое важное какой самый важный ресурс для любого бизнеса что охраняется ценится пополняется воруется покупать база это клиентская база то есть это ваши клиенты понимаете конкретно это фамилия имя и например телефон вот клиентская база в минимальном варианте может состоять именно вот из этих параметров телефон и фамилия человека если вам удается скажем так стырить или получить доступ к клиентской базе ваших конкурентов вы можете очень легко и быстро заработать потому что клиентская база ваших конкурентов это люди которые уже собраны кем-то и интересуются тем 0 той ниши в которой вы работаете вот уверен что кто-то из вас покупал или какие-то продукты в кредит брал какие-то карты банковские да и как только вы зареги подали заявку на кредит как только вам его начинают оформлять что происходит что происходит с вашим телефоном или сообщение сообщение сразу звонят начинают сразу звонить люди с аналогичными предложениями возьмите кредит у нас купите возьмите нашу кредитную карту и так далее ты что происходит вот эту базу я вообще восхищаюсь этими людьми как они успевают и и раздербанить продать и еще на этом заработать то есть люди которые берут кредиты понимаете это люди которых начинают сразу брать в оборот другие компании вот это прямо такой же скач пример можно конечно поступать более грамотно то есть по клиентской базе то есть если у вас есть номера телефонов людей ваших конкурентов можно давать рекламу то есть например рекламный кабинет фейсбука но вашего любимого instagram позволяет запустить рекламу вот конкретно на этих людей то есть например если бы у нас была клиентская база сибирского здоровья то есть эта компания которая работает но близко с нами области да то есть люди которые тоже заботятся о своем здоровье покупают продукты они таблетки да вот если бы у нас были их телефоны можно было зарядить рекламную кампанию вот на людей которые пользуются сибирским здоровьем они бы видели предложение которое можно было бы обыграть красиво понимаете насколько эффективна такая рекламная кампания стоит это кому-то объяснять или это и так понятно то есть вы даете рекламу по людям которые которым это реально нужно вот это реально очень один из самых важных ресурсов это ваш клиентская то есть кто начинал в традиционном малым до чего начинается составьте список ваших клиентов да то есть вы составляли свою клиентскую базу и насколько эффективно вы составили список этих клиентов насколько эффективно ваша база настолько скажем так результативно вашу дальнейшая работа если база хорошая классная база тогда у вас получаются какие-то результаты люди начинают откликаться на те предложения которые вы ими делать вот посмотрите что мы сейчас делаем нашим воронежском области мы взяли выгрузили 5000 человек из замечательной нашей программы учета на вижу 5000 человек которые не просто от балды были взяты люди которые прикреплены к нашему складу такую возможность на вижу дает мы их взяли и загрузили программу или сервис как хотите называйте этот сервис или этот давайте так назовем да это лучше назвать программ а срм эта система работы с клиентами я вам не буду сейчас детали в какие-то вдаваться по срм я вам просто покажу как это все выглядит чтобы вы хотя бы какое-то представление имели о том как сейчас люди которые заботятся о своей клиентской базе с этими клиентами работают вот мы взяли 5000 человек да и загрузили в срм значит прежде чем их загрузить мы вначале их там свалили в один раздел в архив а потом начали этих людей раз сбивать на части потому что клиентская база не может лежать одним куском у вас всегда есть активные клиенты у вас есть более пассивные клиенты у вас есть люди которые называются отказники и так далее то есть клиентская база должна быть сегментирована разбита на части только при таком условии вы можете эффективно работать по этим людям потому что люди которые часто ходят к вам активные люди да их не надо там надоедать какими-то постоянными предложениями люди которые ходят реже и можно чаще высылать что-то либо высылать какую-то определенного типа информации какую-то полезность и так далее его смотрите что у нас получилось мы взяли кусок из 5000 человек да и когда мы из этой базы удалили людей у которых нет вообще никаких контактов ну то есть фамилии вообще никаких телефонов когда удалили людей у которых было написано умер знаете ну то есть умер человек да когда мы убрали людей у которых вообще был какой-то непонятный номер либо один и тот же номер присваивался телефона присваивался нескольким людям просто вот регистрировали на один телефонный номер то есть при попытке позвонить по этому телефону там брал совершенно другой человек то есть вы понимаете что это можно как угодно назвать но не клиентская база вот когда мы все это сделали и начали прозванивать остальных людей просто прозванивать общаться с ними и делить их на активных пассивных отказники что у нас получилось у нас получилось 1100 активных людей посмотрите взяли 5000 человек на вроде бы дофига народа то есть вроде бы блин вообще у нас там много людей когда мы эту базу скажем так обработали у нас получилось всего лишь 1100 человек о чем это говорит или для чего мы это сделать вот сейчас имея такую четкую статистику по клиентам не по всем мы загрузили далеко не всех уже можно говорить следующее уже можно например программ прогнозировать какое количество людей к нам может приходить в офис уже из из учета конкретного количества людей наших клиентов можно делать какие-то заказы одно дело когда вы заказываете с учетом как будто вас 5000 человек совершенно другое когда вы четко понимаете что у вас тысячи человек которые активно покупают вот хотя бы это уже хорошо но мы это делали не только ради цели которых я вам назвал мы это делали только с одной задачей чтобы мы могли сейчас по этим людям начать работу что позволяет срм в самом простейшем своем виде вот например простая срм который легко настраивается что она позволяет делать она позволяет если человек с номера находящийся нашей базе например вот вот рябинина галина звонит она у нас базе то есть если она созвонит с того номера который записан в ее карточке и сыр м к показывает что звонит нам галина вот открывается ее карточка в этой карточке вы видите записи ее разговоров которые вы с ней вели вы можете по этому клиенту делать какие-то задачи перезвоните можете делать какие-то примечания вот видите сколько раз человек звонил то есть это человек который все-таки довольно часто контактирует с нашим офисом то есть это реально активный клиент вот по этому человеку можно делать различные задачи например как мы вот сейчас делаем дождет товара ждет каких-то подарков то есть вы никогда не забудете об этом человеке то есть это называется грамотное выстроенное отношение с клиентом все хотят чтобы к ним относились индивидуально все хотят чтобы помнили о том что вы попросили у компании а типичная ситуация какая вы поговорили с человеком сказали хорошо я вам перезвоню через час замотались и забыли и сыр м к никогда не позволит вам забыть вы просто ставите задачу перезвонить через час и вам обязательно об этом напомнить вот это называется правильная работа с клиентской базой которая вот приходит к нам ножками понимаете это люди которые пришли к нам в офис живут нашем городе название вот нам и так далее но самое главное теперь о вот этим подтвержденным контактом можно делать рассылку и мы это уже сделали то все наши активные люди получили от нас рассылку то есть мы напомнили о себе потому что когда прозванивали базу но типичный был такой вопрос а вы еще работаете вот понимаете а вы еще работаете да мы работаем и мы не прекращали работать почему такие вопросы люди задают потому что с ними достаточно долго никто не общался и даже не напоминал о том что есть такая замечательная компания билоса вот все эти мобильные приложения все эти карты лояльность они делают столько ради одного чтобы каким-то образом привязать клиента чтобы получить какой-то повод позвонить отправить человеку какое-то сообщение вот вы далеко не все тут ходите на планерку но те кто ходят вы наверное видели какие показатели по обороту унина кузьминишина наша замечательная женщина которая возрасте 80 лет фигачит так как люди в 20 лет не работают вот как вы думаете что она делает такое что делает вот такие обороты вот что она такое дело вот как вы думаете обзванивает еще какие предложения приглашение звонки рекомендации и на кузьми нишна просто работает со своей клиентской базы понимаете у нее распечатки фамилии телефон и она этим людям звонит она всегда находит повод этим людям позвонить сказать у вас там скидочка у его давно у нас там нет то есть не на кузьми нишна работает своей с клиентской базы в эти конечно есть и крайности когда вы надоедаете людям каждый день название вайте что-то там отправляете да есть другая крайность когда вы вообще о людях забываете вот благодаря чат-ботом можно выстроить правильное отношение с клиентской базы и благодаря правильным рассылкам то есть людям нужно просто напоминать о себе то есть должна быть регулярная работа с вашей клиентской базы то есть не с предложением приходи покупать а естественно давать им какую-то полезность ценности решать их какие-то проблемы и знать эти проблемы людей замечательный человек и гриман гениальный маркетолог он что говорит он говорит что если вы не слышите своих клиентов и их просто теряете вот к сожалению большинстве своем и людей мы их просто не слышим мы чат делаем своему моё они там делают что-то обратной связи нет нет обратной связи нет этих коммуникаций все люди просто забываются и люди просто-напросто уходят в другие компании которые более активно их скажем так привлекать вот если говорить о людях которые приходят земли от них можно взять большому счету нормально только один контакт это телефон почему сложно взять почту социальные сети и так далее как вы думаете это вопрос не боятся что пусть не закидывали рекламой может быть у всех есть а соцсети там не все вообще сейчас наверно у всех есть соцсети почты и так далее человек который приходит в офис вот мы пытались это сделать мы когда начинали наполнять базу мы пытались собирать социальные сети и так далее но нам это реально не удалось я понял что это тупиковый ведь для людей которые пришли ножками в ваш офис почему ладно мучить не буду возможно вы сами никогда не пытались эти контакты у людей выдергивать посмотрите чили телефон человек свой помню даже если она забыла продиктует это цифры их без ошибок можно написать хотя даже в номерах телефона при когда они вносятся в базу можно совершить ошибку а когда человек судорожно начинает вспоминать свою электронную почту да и пытается ее там записать на бумажке потом дает этот эту почту скажем так администратору нашей замечательной умной девочки алене она пытается расшифровать что он там написал вы понимаете что вероятность допустить ошибку тут просто в разы возвращается если вы записываете в свою клиентскую базу неверный контакт ошиблись в телефоне в одну цифру ошиблись в почте в одну букву все по этому контакту вы с человеком связаться не сможете это все это все понимаете да и можно есть добавить дело в том что вот я по ходу как-то нужен мне нужно бывает почта я прошу человеку ее прислать ко мне или именно контакт на мой контакт на телефон или ватсап или же эсэмэской и уже связь устанавливается только так я прошу я никогда не записываю это прекрасно это если у вас люди с которыми которых вы знаете даже новеньких я прошу я говорю офисе понимаете когда все-таки проходимость несколько другая да если мы будем говорить там пришлите почту на ватсап алене да она просто там вообще закопается в чем-то я говорю вот когда человек пришел и вот момент заполнения договора понимаете а это крайне сложно сделать поэтому от людей которые пришли ножками земли если вы забрали телефон мобильный да еще уточнили что у него на этом телефоне есть ватсап вот этого в принципе хватает но если мы говорим о людях которых вы собираете из интернета вот здесь уже можно собрать совершенно другие контакты и собрать их без ошибки и вот сервиса которым я вам сегодня буду рассказывать и сервис smart center он как раз позволяет это сделать то есть раньше собирали только один на одну базу это было актуально и сейчас люди продолжают этим заниматься это база электронных почт вот если вы зайдете сейчас даже это вам покажу скажу да покажу сейчас демонстрацию кроме даже причем вот смотрите я покажу век роста наверно личный кабинет который многие из нас уже не были но в нем очень много полезного и обидно конечно что на эту полезность как бы не используем вообще печально что что-то делаем много всего полезного кстати смотрите а в разделе инструмента помните тут был разговора электронных визит как да то есть электронная визита этот сайт визитка она вообще-то у всех вас блин есть вот зайдите в инструменты вот сайт визитка ваша личная вот и она у вас уже готова ее создавать не надо нужно просто только заполнить свой профиль на век роста загрузить свою фотографию свои социальные сети все сайт визитка у вас готов значит я вам что хотел показать я вам хотел показать что в разделе сайты и вот сайты век роста колоссальное количество сайтов которые вот выглядят вот таким вот образом вот это сайты которые называются подписные страницы то есть это крохотные сайты весь он содержит только одно это какая-то форма на которой человек заполняет свои контактные данные ну вот например как на нашем вебинарном сайте и вот раньше собирали только один контакт почта потому что была возможность с помощью специальных сервисов они и сейчас прекрасно живут и отлично существует я вам сейчас покажу сервис которым но пользуемся мы это сервис который и собирает почты и рассылает по почтам отличный сервис называется он сэм плюс вот но они как бы понимают что типа на одной почте уже далеко не увидишь смотрите они сейчас чем занимаются они по собранной базе рассылают push уведомления вот те кто заходил на наш вебинарный сайт вы могли обратить внимание что слева верхнем уголочке появляется приглашение подпишитесь на наше уведомление они естественно работают с почты и они тоже работают сейчас боты то есть это такой универсальный сервис реально очень хороший но я буду рассказывать о другом сервисе который заточен исключительно на чат-боты и он работает проще лучше стабильнее и они сейчас лидеры вообще на рынке чат-ботов сервисов чат-бот значит для чего нам нужны эти чат-боты с какой целью они нам вообще понадобились и что стоит за словами подписывайтесь на наши новости кто сейчас может объяснить мы довольно часто делаем призывы подписывайтесь на наши новости что за этим стоит какие действия происходят кто-нибудь сможет как-то вот как вы это видите сказать контактные данные данных для контакта и через эти данные к нам приходит оповещение как воронка получается собираем подают у вас данных у нас вот это подпишитесь на новости окошечко до квадратная мы в это окошечко вписываем электронку добавляем свои какие-то или мессенджер или соцсети все что там указано на эти и то что мы указали нам туда приходит оповещение вот я если мы на вивасан то это вы нам присылает то что начинает прямой эфир из 20 человек наверное никто на наши новости не подписаны кто подписался на новости в вас он приходит постоянно подписаны и приходит в контакте оповещение что идет прямой эфир там проводит слова давайте я сейчас объясню принцип работы как это вообще в принципе работает что стоит за словами подпишись на наши новости технически чтобы у вас было понимание посмотрите что происходит подписка на новости должна происходить с какого-то ресурса сайта чудес не бывает вот смотрите это сайт которого подписываются на новости татьяна панарина вот так вот здесь конкретно написано татьяна панарина что собирает татьяна она предлагает человеку написать ввести еще свой телефон это дополнительный сервис это дополнительный контакт чтобы связаться с человеком и предлагает ему выбрать у добрый способ передачи новостей то есть какой-то канал вот сервис smart center работает шестью каналами вот мы задействованы на данный момент четыре фейсбук со личные сообщения в фейсбуке контакт личные сообщения в контакте телеграмм мега популярный и вайбер еще можно подключить ватсап но это платная вещь вот эти контакты рассылать можно абсолютно бесплатно и принципе можно подключить рассылку скайпе skype не подключил потому что там реально ограничение 100 человек но нет смысла его вообще подключить а ватсап не подключил потому что он за денежку принципе сейчас люди используют только телеграмм и только вайбер даже не используя контакты фейсбук собирают громадные базы и через эти базы приводят колоссальное количество людей на свои мероприятия только через телеграмм и только через вайбер потому что не используют даже вот такие две очень популярные сети мы решили как бы захватить все что может а что происходит человек видит что ему предлагают вот принципе татьяна даже за свою подписку предлагает какой-то получить рецепт но с моей точки зрения если вы приглашаете подписаться на новости людей которые вас знают например татьяна провела хорошее мероприятие до прямой эфир либо разместила какой-то пост у себя на стене что она может сделать она может написать или призыв в тексте поста либо сделать призыв голосом в конце вебинара ребята хотите получать от меня самую свежую информацию по ароматерапии как быть здоровым пожалуйста подписывайтесь на мои новости это сделать можно с моего сайта нажмите на кнопочку новости вот сайт татьяны панариной вот кнопочка новости можно разместить прям прямую ссылку вот на эту вот страничку у татьяна на выглядит чуть-чуть по-другому я вам показываю ссылку на подписку на наши новости нашего проекта здоровья красота благополучия татьяна на выглядит но где-то аналогично вот вот смотрите это наша подписная страница вот видите бива сам вот подписная страница которую я сделал для любовь к алганове здесь тоже собирается телефон здесь мы решили нифига не давать за подписку потому что а мы приглашаем людей которые нас знают да все таки придавать что-то за подписку можно если люди сюда попадают с платной рекламы то есть люди которые вас не знают да и чтобы и как-то заинтересовать вот мы даем какой-то подарочек но вот как попадают люди сегодня мы об этом подробно поговорим как переводить на эту на этот сайт людей но если вы хотя бы приглашали на прямые эфиры посмотрели те уроки которые есть у нас на платформе как приглашать людей на сайт у нас там целых четыре варианта то сможете пользоваться всеми четырьмя они простые они не требуют денег либо использовать какой-то один который у вас например наиболее эффективно работы вот такая вот страничка то есть человек на нее переходит видеть эту страничку понимает что ему нужно сделать поэтому здесь нужно максимально подробно и понятно написать вот человек нажимает на тот контакт через который он хочет получать от вас сообщение и что происходит дальше а происходит дальше буквально следующее так где у нас я специально открыл смотрите что происходит вот я вам показываю личный кабинет сервиса который создает вот эти странички подписные который отправляет сообщение людям после того когда они выбрали как они будут эти новости получать эти сообщения прописываются в разделе который называется умным словом воронка то есть воронка это вот те сообщения которые человек получает сразу после подписки вот первое сообщение благодарю тебя за подписку на новости ароматерапии натурология татьяна панариной вот следующее сообщение прилетает скачивая обещанный подарок ты дышь дышь ссылка на него будут вопросы звоните вот если человек с сайта татьяна панариной нажимает что он хочет получить вот этот вот рецепт уходу за глаз в каком-то из мессенджеров которые он выбирает он получает вот эти три сообщения в тот мессенджер который они абсолютно одинаковые вот они летят этому человеку причем татьяне не нужно быть там сети пользоваться этими мессенджерами все это делается абсолютно автоматически сервис работает 24 часа вот автоматически идет отправка сообщений нас информационной панели вы можете видеть какое количество людей подписались на вашу новость это очень важный параметр то есть работают ли ваше приглашение мои ваши призывы подписывайся на мои новости подписывайся на мои новости вот кто-то подписывается на ваши новости когда это делается в каком количестве в какое время все можно посмотреть вот здесь в информационной панели воронки рассылают те сообщения, которые вы подготовили людям сразу после подписки. Еще один мега классный инструмент у этого сервиса, почему он мне очень нравится, это называется живые чаты. Что это такое? Вот переписки, которые происходят с людьми, которые подписались на новости Татьяны. Если человек, получив вот эти стандартные сообщения от бота, начинает что-то писать в ответ, задает какие-то вопросы, спрашивает, благодарит и так далее, Татьяна может, войдя в свой личный кабинет и выбрав живые чаты, с этим человеком начать общаться руками. Вот просто сама может им писать. Опять же, абсолютно неважно, из какого канала приходит это сообщение, из контакта, из вайбера, из телеграма, она общается через свой личный кабинет. Она читает, что человек написал и отправляет ему сообщение, опять же, из личного кабинета. Если кто-то ждет ее ответа, вот здесь просто появится такой значок «Непрочитанное сообщение». Я сейчас попробую войти в нашу платформу чат-ботов. Там, скорее всего, у нас точно есть какие-то непрочитанные сообщения. Я практически в этом на 100% уверен. Значит, люди, у кого там что-то жмякает, падает в комнате, отключить тогда микрофоны, потому что все это слушать не очень радует. Ольга Чернюк, выключите, пожалуйста, микрофон. Вот, скорее всего, сейчас здесь у нас покажу, потому что у нас чуть побольше людей, видите, 400 человек, мы совместными усилиями собрали. Вот как мы это сделали? Вы приглашаете на наш вебинарный сайт. Вот кто не заходил на вебинарный сайт, все-таки зайдите и посмотрите, как он выглядит. А выглядит он вот таким вот образом. И смотрите, как у нас работает наш вебинарный сайт. Почему я сюда вас приглашаю? Потому что, во-первых, он предлагает подписаться на он предлагает подписаться на уж уведомления раз. И если человек посидел на нашем вебинарном сайте больше минуты, то через минуту появится окошечко, вот это вот наше окошечко, с просьбой подписаться на наши новости. Понимаете? Сам сайт ему это предложит сделать. Поэтому, если вы людей приглашаете на сайт, вы делаете хорошее дело. Вы их собираете в нашу общую базу. Вот видите, мы совместными усилиями набрали 435 человек. Это хорошо. Вот сейчас войду в наши живые чаты. И вот видите, вот так вот выглядит, что человек что-то написал. Либо спасибо сказал, либо еще что-то. Если вы хотите, чтобы ваша клиентская база говорила вам спасибо, с людьми надо общаться. Им нужно отвечать. Просто заходить сюда и что-то им писать. Возможно, они что-то от вас хотят. Поэтому с людьми надо общаться, выстраивать вот эти отношения, которые Нина Кузьминичина выстраивает по телефону. Вот. И третья классная вещь, которую предлагает этот сервис смарт-центр, вот когда вы собрали народ в базу, вы имеете их подтвержденные контакты, потому что они не записываются руками, они автоматически выдергиваются самим сервисом и выдергиваются со 100% без ошибки. Они появляются в вашей базе. То есть вот здесь у нас все четко подтвержденные контакты. Вот. И еще одна мега вещь это рассылки. Вот. Это рассылки. Когда база есть, мы входим в рассылки и по собранной базе просто-напросто создаем какую-то рассылку с оповещениями о том, что у нас происходит или будет происходить. В разделе рассылки вы можете видеть статистика. Вот какому количеству людей вы отправили эти сообщения, какое количество людей из них прочитали эти сообщения. Видите, 400 человек получили сообщения, 57% только просто их прочитали. Почему? Вот почему говорят, что почтовые рассылки, они умерли. Но это неверно. Но потому что если вы зайдете в свою почту, вы увидите там у вас просто полная мусорка. Вот реально. Там куча непрочитанных сообщений, писем, да? Вы их не разбираете. Сейчас, к счастью или к сожалению, ситуация выравнивается и в личных сообщениях. Вот если я сейчас войду в свой контакт, вот посмотрите, вот эти все сообщения мне пишут не люди. Это все, ну, за редким исключением, это все сообщения, которые пишут мне вот такие вот боты. Вот тут даже пишет наш бот. Здоровье, красота, благополучие. Вот видите, вот я его даже не прочитал, я не открыл. И так поступаю не я один. Поэтому процент открываемости 57%. Но все равно это больше, чем открываемость у писем. Почтовые рассылки там, если 10% открывают, то значит вообще хорошо. Поэтому идея какая? Надо собирать большие базы, понимаете? То есть, если вы хотите, чтобы к вам на вебинар, на ваше мероприятие пришло 100 человек, нужно собрать базу хотя бы 2-2, с половиной тысячи человек. Чтобы хотя бы половина прочитала и чтобы хотя бы половина из этой половины кликнула на ссылку. Тогда придет вот эти вот 100 человек. Они получат о вас оповещение. Но в любом случае, в любом случае, даже если человек не кликнул на кнопочку, он во всяком случае увидел, что вы работаете, что вы что-то делаете. И многие люди просто даже не отписываются от этих чат-ботов, потому что они всегда надеются. Блин, что-то придет очень ценное, полезное, я обязательно это прочитаю, я пойду на это мероприятие. Это вот такая психология людей. Идея понятна, как работают чат-боты? Да, понятно. Да, я даже девочку увидела сегодня, которая зарегистрировалась уже моя. На новости. Вот, вот хорошо. Значит, сервис Smart Center, он очень хороший, он очень мощный, он позволяет отправлять не просто какие-то текстовые сообщения, он позволяет делать различные проверки. То есть, можно сделать очень такую простую и нужную проверку. Например, вы приглашаете людей на вебинар, в очередном сообщении вы отправляете ссылку на подключение к вебинару, либо к переходу на наш сайт, сервис может проверить, нажал ли человек на эту ссылочку, либо не нажал. И если человек нажал на эту ссылку, значит, он перешел на вебинарный сайт, значит, он стал участником трансляции. Вот, а тем, кто не нажал, можно сделать дорассылку, написать, как вы, наверное, многие видели, да, ребята, мы уже в прямом эфире, ждем уже вас. Те, кто уже перешел по этой ссылке, зачем им это отправлять, понимаете? То есть, сегментация базы это эффективный прием, чтобы ваши рассылки были читабельными, понимаете? Если вы всегда будете слать одно и то же всем подряд, через какое-то время просто-напросто люди скажут, да иди ты нафиг со своими рассылками, они-то все одинаковые, все время об одном и том же, ничего полезного нет, приходи, приходи, приходи. Ты даже не ухитряешься узнать мое мнение о нужном ли мне это. Вот как вы думаете, можно как-то узнать, сколько раз человек хочет получать от вас сообщение, ну, например, в неделю. Потому что уверен, что кто-то из вас подписан вот на такие чат-боты, и, наверное, уверен, что я тут подписался на чат-бот, которые, по теме, которые меня очень интересуют, там, больные спины и суставы, они меня уже просто, боюсь произнести это слово, ну, утомили, скажем так, они мне каждый день высылают вот такие вот портянки, причем не по одному разу, понимаете, и даже не спрашивают, нужно мне это или нет, но я подписался, значит, мне надо зафигачивать, покупать их онлайн-курсы по оздоровлению. Вот как вы думаете, как можно узнать у людей, сколько раз они хотят от нас получать рассылку? И нужно ли они хотят? Задал прямой вопрос. Можно задать ответ на. Вы сказали там несколько кнопочек с цифрами, чтобы они ответили. Вопросы. В виде опроса. Да, к счастью, вы это понимаете, понимаете, опять же, возвращаемся к тому, что нужно слышать своих клиентов. Поэтому, вот то, что мы, например, сделаем для Татьяны, завтра мы с ней пообщаемся и сделаем вот эту вороночку, а я вам ее просто покажу, ну, потому что мы будем делать для Татьяны, да, вот, и, главное, чтобы ее это удовлетворяло, а я вам покажу, как это можно сделать. Смотрите, какую воронку мы будем делать. Люди будут подписываться, люди будут получать подарок, который, ради которого они подписались. Вот одна из основных проблем, что люди иногда подписывают на новости только ради подарка. Вот, поэтому здесь нужно вот очень аккуратно с этим работать. Вот, они получают подарок, потом мы у этих людей проводим отпрос. Сколько раз они хотят от нас получать рассылку, чтобы она их не напрягала. И вариант один, два, три. Понимаете? Люди будут маркировываться. То есть, например, человек хочет больше одного раза от нас ничего не получать. И можно будет сделать так, чтобы больше одного раза этот человек не получал от вас рассылку. Можно даже у людей поинтересоваться, где им удобнее смотреть прямые эфиры. На социальных, в социальных сетях либо на сайте. Понимаете? Вот для меня это тоже очень важный показатель. Я хочу понять, почему людям не нравится смотреть на сайте. Как это можно сделать? Да просто у людей спросить, понимаете? Чат-боты это диалоги. Вы эти диалоги можете выстроить как хотите. Я вам покажу, что ничего такого сложного этого нет. Вы увидите, как эти диалоги, общение в автоматическом режиме с клиентом происходит. И мы с Татьяной договорились, что мы будем делать такой супер-бонус в кавычках. Там Татьяна на выбор предлагает три рецепта. Вот мы потом будем в качестве супер-бонуса кому-то отдавать эти все три рецепта. Нам не жалко, берите. Но самое главное, что те люди, которые пройдут всю цепочку, то есть это заинтересованные люди, понимаете, они рецепт получили, и мы вопросы ответили. То есть это реально активные люди. Как вы думаете, чем бы вот эту цепочку диалогов можно было бы закончить? Логично. На консультацию. Слава тебе, Господи. Вот. Понимаете, да, то есть если вы все-таки отобрали какого-то активного человека, а вот все эти проводки людей по разным опросам, перемещения его туда-сюда, все делается только ради одного, чтобы найти именно тех людей, которым это правда нужно. И, конечно, это должно заканчиваться вашей личной консультацией, с которой вы продадите себя как специалиста, либо товар свой продадите, либо там подпишите человека в компанию. Поэтому, конечно, вам, как специалистам, а вы тут все специалисты, вам нужно заканчивать почти все ваши диалоги, привести заинтересованного человека вам на консультацию. Вот на всех сайтах, которые я сделал и на данный момент есть форма, видите, запишись на личную консультацию. То есть человек, опять же, оставляет свои контакты, они сохраняются, и владелец сайта получает уведомление о том, что новая заявка пришла с сайта, телефон есть, имя есть, тема есть, звоним, начинаем с человеком общаться голосом. Идея понятна? Да. Вот. Теперь, как нам чат-боты прикрутить к нашим прямым эфирам, которые, но с моей точки зрения, шли бы у нас еще значительно лучше, если бы мы более активно людей приглашали. Тогда бы самим спикером было бы более интересно, потому что, когда много вопросов, людям нравится проводить прямой эфир, им есть на что отвечать, да, они не сидят и не тянут, ой, спросите у меня что-то, да, либо они видят, что вопросы задают одни и те же люди, понимаете? Прямой эфир это интерактив. Поэтому, когда много людей, особенно новых людей с разными вопросами, спикеру интересно проводить прямой эфир, потому что он с людьми общается. Люди не сидят с выключенными микрофонами и молчат. Это не прямой эфир, это, это можно сделать в формате записанного видео, понимаете? Записать его, идти, посмотрите, да, это не интерактив, а продать что-то можно именно вот с живого общения с человеком. Это наиболее эффективный вариант. Записанное видео, особенно длинное, никто смотреть никто не будет, не нравится это. Все хотят как-то участвовать, поэтому людей нужно именно на эти диалоги и вытягивать, чтобы они с вами общались, чтобы они были частью этого мероприятия. Поэтому людей должно быть много и люди должны быть новые, понимаете? Если вы 126-й раз приходите к одному и тому человеку, вы даже уже не знаете, что у него спросить, понимаете? Поэтому как прикрутить идею чат-ботов к раскрутке наших прямых эффектов? Вот как вы думаете, какая сейчас проблема с приглашениями на прямой эфир? Можете накидать? Что вам мешает приглашать на прямые эфиры? Ну, так вот, по-честному. Почему вы считаете, что это у кого-то не работает? Почему, например, по вашим ссылкам приходит там 5-10 человек? Хотя может приходить 100 человек, да? Может приходить 556 человек, как вот по приглашению Ольги Васильевны. Понимаете? Без всякой платной рекламы, с сложениями 0 рублей, 0 рублей, просто с сложением достаточно большого времени. То есть, вы должны четко понимать, либо я трачу время, либо я трачу деньги. Но приводить по 50-100 человек не очень с большими временными затратами каждый из вас может. Но в чем проблема того простого приглашения, которое мы сейчас делаем на наши прямые эфиры? Кто-нибудь может что-нибудь сказать? Я могу сравнить. Проблема моя. Боюсь, Жанет, ты, может, лучше помолчишь, а то ты сейчас скажешь такое. Шутка, шутка, говори, давай, режь правду, мать. Я сказала про себя. Давай. У меня проблема в том, что у меня немногочисленная структура, это раз. Потому что действительно, как вы сказали, по пять раз одного того же человека приглашают. Второй момент. Нет развития в соцсетях, то есть у меня маленькая база действительно там и в Инстаграме и в ВКонтактах. Поэтому для меня вот это и не состою я ни в каких группах, сообществах и туда-сюда. Ну, все, что с этим связано. Поэтому вот эти три основных момента, я считаю, что они играют вот такую роль, то, что нет людей. Что мешает вступить в группу? ни одно из того, что ты перечислил, не является уважительной, не уважительной причиной. У меня причина еще вот есть такая, когда я размещаю утром, я почему стараюсь ближе к вебинару размещать? и раскидывать, потому что человек пришел утром, он видит либо запись, ну, то есть он туда уже на эфир не попадет, я его потеряла. Особенно, если это группы, сообщества и так далее. Ну, это уже ближе к истине. если у меня нет страницы захвата, где я захватил этот контакт, то получается, я его просто потеряла, потратила время впустую. Как бы ты для себя его потеряла, для общего, для общей идеи, ты его не потерял, потому что если он прошел на сайте, еще раз говорю, если он на сайте просидел у нас больше минуты, ну, вот смотрите, вот эта вот штука, она же у него выпускает. Я поняла, но выскакивает. Вот, и если он первый раз заходит, ему предложат подписаться на наши пуш-уведомления. Поэтому лично для себя... Но это же тоже не факт, что он зарегистрируется там. Не факт. Поэтому и собирается максимальное количество контактов. Почему собирается максимальное количество контактов? Потому что в день прямого эфира по всем этим контактам идет пробивка и прилетает пуш-уведомления, на почту прилетает и прилетает социальные сети, смс-ка прилетает. И потом еще голосом робот позвонил, вот если что, не пришел точно и голосом вам сказали. Это понятно, но лично для меня там потерянный. Лично для тебя, да. Так, Марина. Еще есть проблема возрастного состояния аудитории, потому что вот есть люди, которые как бы им даешь ссылку, они просто боятся, по ней вообще переходить, они вообще с интернетом плохо дружат. Мы теряем эту часть, понимаете, совсем полностью. Техническая подготовка. Да, в многих структурах есть люди, особенно в регионах, которые плохо с этим делом. Я уже пятый раз отвечаю. А я знаете, что... Марин, это даже не только пенсионеров, я про молодежь даже 30... А я тебе про это же говорю, я же говорю, что просто люди... Молодежь это 18 лет и тоже считается, что старые 30... Нет, просто нет проблем, потому что я говорю, у меня сколько людей, только две стали в последнее время сказали спасибо, что я их добила, да, то есть, но это... Добила, добили, они вам сказали спасибо. Вообще, я вот знаете, тоже что поняла, что когда я просто, например, ссылку в группу, да, размещаю, там в группу размещаю, еще где-то на страничке, то очень мало переходов. Если я лично там разместила ссылку, потом там кому-то позвонила, сказала или написала по почте или сообщение отправила, тогда переходов намного больше. То есть, все равно, когда личный контакт, он намного эффективнее, чем... Коллеги, я вас прекрасно понимаю, вот, но мы сейчас говорим не об эффективности, потому что мне, естественно, бесспорно, когда вы лично приглашаете человека, именно приглашаете, посмотрите уроки президента, когда вы спросили у человека, задали ему активирующий вопрос, он сказал, да, я пойду. Все, он уже сказал, что он пойдет, вы уже как бы его чувство вины внушили, что я тебе ссылку кидаю, а ты мне обещал, ты обязательно туда пойдешь. Понимаете? Личное приглашение и просто повесить где-то в группе, понимаете, для всех, это даже сравнивать нельзя, но опять же, по трудозатратам, понимаете, сколько вам нужно времени, чтобы человека лично пригласить, понимаете? это она, она и дает. Но тогда эффективность больше по личному приглашению. Ну, тут надо как-то все это совместить. Тут, понимаете, извините, для кого-то с помощью какой-то программки можно расфигачить эти ваши приглашения по куче группы и получить то, что вы никогда, общаясь с человеком в личке, не получите, понимаете? В личку, когда вы с человеком общаетесь, лучше выбирать, понимаете? Вот вы в личке, если с человеком пообщались, вы можете его пригласить в комнату ЗУП. Но я сейчас не об этом, потому что мы сейчас опять уйдем в какую-то другую его сторону. Как приглашать? У нас все есть на платформе, варианты приглашения, личные группы, выбирайте. Я не об этом. Я говорю о проблемах. И вот первую проблему озвучила Юля. То есть, смотрите, мы идем по самому простому пути. У вас есть ссылка, и вы по этой ссылке просто приглашаете. Первая проблема, что мы приглашаем на вебинар, которого еще нет, понимаете? Человек проходит по ссылке, там лежит не то. И потом, например, Юле говорят, а там мы ждали нехорошкого, а там фотографии Юлина на ролике. Куда вы меня позвали, обманули и так далее. То есть, какие-то вообще непонятные вещи. Но не это даже главное. Понимаете? Главное в чем? Что вы приглашаете сколько раз в неделю? Ну, вот как Юля сказала, я там начинаю в понедельник, в вторник, после обеда, там ближе к концу. Ну, то есть, например, там час-два. То есть, если я раскидываю по группам, группы-то обычно большие количества. Да, два раза в неделю, понимаете? То есть, два раза в неделю по часу мы работаем, да? Пять дней в неделю мы курим бамбук. Вы все понимаете, что при таком количестве проделанной работы никогда вы не научитесь ни приглашать, никогда вы не выйдете на какие-то результаты. Ну, давайте правде в глаза. Если я два дня в неделю по часу работаю, пять дней занимаюсь там какими-то своими нужными делами, я никогда не научусь делать эту работу с приглашениями, которая проста, но если вы ее не делаете регулярно, да, вы просто-напросто забываете это все нафиг. Вот приведу пример за втург. Ну, не хочу ее обидеть, но скажу, как все честно. Раз человеку рассказал, все поняла, неделю ничего не делала, забыла все напрочь, да, пришла еще раз, еще раз рассказал, опять ничего не делала, опять забыла все нафиг, понимаете? И это можно продолжать вот так вот по кругу. Если вы каждый день не выполняете какую-то простую работу, если она у вас не вбилась уже до автоматизма, все, результата не будет. Поэтому, если вы бы приглашали каждый день хотя бы по часу, у нас бы совершенно была другая ситуация с этими прямыми эфирами. Поверьте, людей было бы значительно больше. И еще одна очень важная проблема. Вы все понимаете, что, да, вы нашли человека даже в личных сообщениях, и он сказал, что я приду. И да, вы ему ссылку эту кинули на прямой эфир. Вы все понимаете, что он просто тупо может забыть, что в 7 часов у него прямой эфир. Ну, это всем понятно, да? Вот, кто из вас записывался, еще раз говорю, на какие-то мероприятия, которые проводят с целью, чтобы потом с этих мероприятий продать? Вас вот в моменте вас начинают уже бомбить там за день, там в день эфира еще, в момент начала еще, и там и звонят, и пишут, и так далее, чтобы вы не забыли, потому что люди забыли. Поэтому вот эта наша простая схема, когда мы приглашаем, просто имея ссылку на наш сайт, она, конечно, очень проста, реально очень проста, но за все надо платить и за простоту в том числе. Поэтому, вообще-то, чтобы правильно людей приглашать, нужно идти по этой классической схеме. Чуть, как она работает. работы, мы людей просто информируем, что у нас будет мероприятие, понимаете? И что мы этим людям говорим? Ребята, подпишитесь на предстоящий прямой эфир, оставьте свои контактные данные. Мы вас оповестим, когда начнется мероприятие. Понимаете, какой порядок? Мы их сразу не переводим на мероприятие. Мы им говорим, вот тебе интересное мероприятие по теме здоровья, красота, благополучия. Он говорит, да, блин, интересно. Все, народ, подписывайся, попадай в нашу базу. Мы тебе за подписочку дадим картиночку какую-то, понимаете? И мы тебя оповестим, что у нас будет прямой эфир. Поэтому правильный порядок какой? И то, что мы уже начали делать и начали делать естественно для Татьяны, потому что она у нас, кстати, вот, Любовь, у вас первый подписчик в ваших чат-ботах я зашел. Вот смотрите, у Татьяны сейчас два таких сайтика, с которых люди подписываются. Первый сайтик это на ее личные новости, они так и называются. И вот мы делали, мы пятером когда встречались, мы сделали вот такой сайтик, который подписывает на наше мероприятие. Вот у нас есть направление, вебинары на тему красота, здоровье, буду получен, понимаете? И вот мы решили сделать вот такую подписную страничку, которая просто собирает людей, которым интересно вот это направление, понимаете? Так как люди не знают, кто их приглашает, почему нам нужно верить, да, и вообще кто мы такие, да, мы им за подписку даем, видите, мы им даем рецепты от кашля, для укрепления иммунитета, для острения стресса, и даже еще даем секретный бонус. Вот, то есть делается замануха всяческая для того, чтобы люди подписались на наше мероприятие, выбрали тот контакт, через который удобно от нас получать информацию, и чтобы они попали в нашу базу. У этой странички тоже есть свой адрес, вот такого плана его можно сделать, как вот для нашей подписной, да, красивый такой. Вот, все понимают, что вот на эту страничку можно приглашать каждый день. Или не все понимают? Кто-то понимает? Понимаете, что вот эту страничку вы можете каждый день размещать рекламный пост со ссылкой, сам рекламный пост мы сделаем, мы сделаем еще и вот эти вот красивые бонусы, да, то есть размещать приглашение, переходить вот на эту страничку можно каждый день во всех группах тематических, можно людям писать в личку, которые только к вам добавились друзья, естественно, нужно заниматься нетворкингом, о котором говорил президент, расширяйте, блин, количество своих друзей, надо же кого-то приглашать, чего вы приглашаете, только свою структуру, приглашайте себе в друзья новых людей, которые занимаются и увлекаются здоровьем, как их искать, все рассказано, добавляйте их в друзья, человек принял ваше приглашение, начинайте с ним общаться, вот кто общается с людьми в личной переписке в социальных сетях, из присутствующих, но честно скажите, кто переписывается с людьми один пофигу, как эта социальная сеть называется, кому вы пишете личные сообщения, 4 человека из 20, я правильно помню? Ну, я сейчас тоже пишу, я раньше писала, потом бросила, сейчас опять начала, слава тебе господи, понимаете, вы все работаете в сетевом маркетинге, это бизнес личных отношений, почему вы не общаетесь с людьми, я понять не могу, вот реально, я не понимаю, почему вы не хотите общаться с людьми, придумывая какие-то разные проблемы, чем быстрее вы начнете общаться с людьми, тем будет оно лучше, вот поэтому, коллеги, как вы будете приглашать людей на этот одностраничный сайт, это ваше личное дело, можете в личке, можете в группах, можете в мессенджерах, я не хочу рассказывать о вариантах приглашения, об этом все рассказанное лежит на нашей платформе, но поймите саму идею, мы каждый день людей приглашаем, вот такую вот аналогичную страничку желательно, чтобы имели все, кто хочет продвигаться в интернете, как ее сделать, вот именно об этом мы поговорим завтра, может быть еще там послезавтра, если не уместимся, завтра, потому что уже восемь часов и людям команда Яровой нужно вываливаться и мы тоже так будем заканчивать, вот мы такую страничку сделаем, сделаем хорошие подарки, напишем рекламный пост и я вам покажу, как все это дело собирается, после того, когда сделаю чат-бота для Татьяны Болговой, вот все, что я делал, будет подробной видеоинструкцией, вот, можете сделать себя аналогично, не получится, сделаю, пишите в личку, договоримся, идея понятна? Да, понятна, благодарю, понятно, Игорь, 30 секунд, то есть, мне все равно кажется, что не все поняли, немножко, знаете, потому что я не сразу тоже поняла, вот сейчас я понимаю, и что я хочу сказать, вот это то, что последнее, вот Игорь показал, вот эту страничку здоровья, красота, благополучные, которые каждый день можно людям бросать, это как промоушен будущего эфира, да, то есть, как бы, оповещение, что этот эфир будет, и там нужно, да, чтобы люди понимали, что когда он действительно будет, тогда будет и ссылка на него, да, но об этом можно человеку рассказать в этих первых сообщениях, вот, кстати, вы это запомните, я не сразу поняла, поэтому я... Вы это запомните завтра, когда будем писать эту цепочку сообщений, чтобы мы это человеку сразу написали, логично, все хорошо, покажете, как это все сделать? Да, конечно, конечно, покажете. Еще точнее, вы завтра с Панариной, Татьяна, встречаетесь, да? Да, завтра с Панариной мы доделаем, и вечером встречаемся опять со всеми, мы сделаем красивые подарки, напишем рекламный пост, и я вам покажу, как это все дело собрать, потому что она уже будет собрана, я вам покажу, как это все работает целиком, чтобы вот было четкое понимание, как это работает, откуда приходят люди, куда они попадают, что они нажимают, что они получают, вы прям сами подпишитесь и посмотрите. Можно еще? Мы потом сами сможем эту цепочку изменять? Конечно. Саму цепочку внутри нас можно? Все меняется легко. На бесплатном тарифе вы можете сделать две вот такие странички захвата и две вот такие цепочки. Менять их можете хоть каждый день. Количество рассылок ничем не ограничится. На платном тарифе все эти ограничения снимаются, можете делать колоссальное количество этих лендингов, если у вас там много разных мероприятий, много воронок. А сам функционал, что вы пишете, что вы проверяете, на платном и на бесплатном тарифе они абсолютно одинаковы. То есть там можно делать очень сложные диалоги с человеком, с проверками, с переходами, с интеграцией, с пересылкой данных в воронку, из воронки. Там можно такие вещи начудить, которые нам даже не нужны. Нам нужно сейчас пока по-простому сделать, чтобы она заработала, понять, как это работает, а потом вот уже с вашим опытом, с общениями с людьми, вот придумывать, как им сделать вот эти разы по базе людям интересным, понимаете, чтобы они с удовольствием ждали от вас сообщения, а не с ужасом. Блин, опять прислали, куда-то зовут, понимаете. То есть вот что нужно сделать, чтобы правильно выстроить диалог по этой базе. Ну еще, Игорь, а можно как-то продолжить эту цепочку, чтобы еще, например, на конкретный вебинар они регистрировались, как обычно сейчас вот, то есть под конкретную тему, чтобы понимать и напомнить там за 10 минут, за 5 минут, понимаешь, то есть дальше как-то. Ну смотрите, мы собрали базу, понимаете, мы собрали базу, потом по этой базе мы можем рассылать на любое мероприятие. У нас же все мероприятия где-то на близкие темы, да? Вы можете делать по этой базе конкретную рассылку на конкретное мероприятие. Вот это же все сливается, вот мы сейчас делаем где Татьяна, то есть все люди, которые приходят и с первой ее странички, и со второй, все сливается в ее одну общую базу, понимаете? Это же один ее аккаунт, все туда сливается. Мы их, конечно, будем маркировать, то есть эти люди пришли с новостей, эти люди пришли вот с этой воронки, понимаете, чтобы база была разбита, сегментирована, чтобы по ней, ну, более правильно рассылать. Сейчас главное собрать эти базы. Это как в телефоне контакты. Вот мы берем отправлять СМС. Да, да, да. Ну, СМС-ку написали и смотрим. Вот эти мы отправляем здесь, которые здесь в городе пойдут, а вот эти будут через интернет-магазин покупать. Ну, типа того, да. Только здесь это делается все очень проще-то, то есть база автоматически маркируется после рассылки, в зависимости от того, что человек сделал. И вы просто говорите, я хочу, например, отправить сообщение тем людям, которые пришли только вот с моей новостной рассылки, которые подписались лично на меня. Я их приглашаю на свое личное мероприятие, они на него подписывались, да. А вот мы сейчас вообще проводим марафон здоровья, да. Я туда приглашаю всех, кто вообще вот подписался на общее мероприятие по здоровью. То есть работать с базой, здесь нужно включать голову, вот реально. Вот нужно включать голову, кому что слать, в какой порядке, как выстроить эти диалоги интересными. С технической точки зрения, когда вот соберем первую воронку, вы поймете, ничего сложного нет. Вот реально. Сервис очень простой, с хорошей техподдержкой, прям вот все сможете разобраться. Кто не сможет разобраться, еще раз говорю, будут видеоуроки, кто не захочет разбираться. Вот пять человек у нас будут иметь эти чат-боты. Я их однозначно, всех пятерых, но кто захочет, я их научу, я им не только сделаю, я им расскажу, как пользоваться, понимаете. И я надеюсь, эти люди будут вас как-то консультировать, тоже в свою очередь помогать. То есть, если мы сейчас сдвинем эту базу, сдвинемся с места, то есть наберем вот эти вот базы, по которым высылать людей, к нам будет приходить значительно больше, понимаете. И, конечно, в эти базы нужно собирать не только вашу клиентскую базу, а, конечно, нужно, размещая рекламный пост, подпишись на новости «Здоровье красота Бугоболочи» в группах, которые вообще не связаны с Вивасаном, понимаете. То есть, если вы будете там размещаться, на наши вебинары придут люди новые, то мы бьемся, понимаете. Конечно, когда такие люди придут на наши мероприятия, вы будьте готовы, что вам честно скажут, что за хрень вы тут говорите, понимаете, я не могу вас слушать. То есть, такие сообщения будут. И к этому нужно относиться спокойно. Либо вообще не реагировать, понимаете. Либо отвечать спокойно, что, ну, до свидос, крестик в уголке. То есть, когда будут приходить новые люди, которые вас не знают, для которых вы не авторитет. Очень много будет негатива. Реально много будет негатива. Стеба разного и так далее. Это интернет. К этому нужно относиться спокойно. Не нужно выключать, а, все, я больше не буду проводить прямой эфир. Поверьте, дебилам в интернете немерено, понимаете, просто немерено. И когда они пойдут, вот эти вот новички, будет много чего интересного. Ну, вот, кое-какие вещи вы видели, когда мы размещали ссылку на комнату Zoom в открытом доступе, да? Вот что-то там подобное у нас проскакивает. К этому нужно относиться спокойно, понимаете? но новые люди это новые возможности. Так, все. Еще один вопрос маленький. Те, кто от Яровой, давайте нафиг, я останавливаю запись. У кого есть вопросы, я сейчас отвечу. Субтитры создавал DimaTorzok.